Всем привет! Пришел из спортзала. Сегодня приседал со своим товарищем. Обычная тренировка, приседания со штангой. Вес, правда, небольшой был. Отрабатывали технику, правильные углы. Я выложу чуть позже этот видеоматериал сюда на YouTube. Посмотрите. Я помогаю своему товарищу восстановиться после долгого перерыва. Ну и сам вместе с ним тренируюсь и подсказываю. Сейчас я хочу оговорить комментарий, который пришел ко мне вчера, по-моему. Значит, женщина на мое видео, где я рассказывал все признаки, постарался рассказать все признаки коксоартроза, асептического некроза. Все перекосы, скручивания, слабость ноги, ягодичные мышцы, укороченная нога. То есть, среднестатистически коксоартрозник или некрозник знают, что это все так и есть. И тому подтверждение много комментариев, которые уже написали под этим видео. Вчера я, по-моему, или позавчера выкладывал. Кто не видел, кто сейчас подключился, можете присоединиться. Напоминаю, что у меня левое бедро прооперировано, там был асептический некроз и у меня сейчас там стоит эндопротез. А на правой ноге у меня 11 лет коксоартроз второй степени, который постоянно подтверждается врачами, диагноз стоит один и тот же на протяжении всех этих лет. Значит, вот женщина написала, что такие вы страсти, вот вы можете понять, я вообще блокирую все. И это я, так знаете, ну оставил для того, чтобы порассуждать на эту тему. Очень много таких комментариев, просто вы их не видите, потому что я считаю, что это люди недалекого ума и пишут, ну может там выпили коньячку, там может быть скучно, в общем, что-то написать. Но суть в чем, потому что читая такие комментарии, люди начинают ориентироваться, сравнивать, делать сравнительные характеристики с собой. А почему это у нее так? Почему у нее там вторая степень, вторая, третья степень, а у нее нету ничего, никаких признаков, которые сейчас озвучивал тренер Хапаев? Почему так случилось? И тут же она пишет, что у меня этого ничего нету, я хожу на лечебную гимнастику, у меня есть боли и я хромаю. То есть в небольшом своем комментарии она вступила сама с собой противоречия. То есть вроде бы ей не очень понятны признаки, которые я указываю, и в то же время, ну она говорит, что у нее ничего этого нету, и в то же время она говорит, что она хромает. То есть какого рожна вы тогда хромаете, если у вас нету признаков укороченной ноги, если у вас нету слабости в ноге, и если у вас ягодица работает. С чего бы ты вы это хромали? Интересно вопрос задать вам, что у вас тогда болит, если у вас нету никаких признаков, о которых я рассказывал. Что у вас тогда болит? И тогда, если у вас все хорошо и нету таких признаков, зачем вы ходите на лечебную зарядку? Зачем вы туда ходите? Вы можете не ходить к реабилитологу, а ходить в обычный зал, как я. Приседайте со штангой 100 килограмм, как я приседаю. У меня вторая степень коксоартроза. 11 лет я выступаю на соревнованиях международного уровня, европейского, мирового, и занимаю в своей весовой категории, в своей возрастной группе первые места и устанавливаю рекорды. У меня вторая степень. Я могу сказать, что у меня ничего нет. Даже я не могу этого сказать, потому что присутствует легкая степень дискомфорта, с которой я уже умею. Понимаете, мне не надо ходить на лечебную физкультуру и слушать реабилитолога, который никогда не болел этим заболеванием. Я умею пока регулировать. Но опять же, сейчас злопыхатели, которые слушают вот это видео, будут вытягивать из этого видео какие-то контекстные мои слова. Я буду очень четок в выражениях. Пока я регулирую, вот более 10 лет, 11 лет, я регулирую свой коксоартроз второй степени и удерживаю его тому доказательство диагноза, который я выставлял там и в контактах, и в своей группе. Да, и здесь я на ютубе выставлял, когда мне делали рентген обоих суставов перед операцией. Есть отличный фильм, вот после, сколько там, уже полтора года я пришел сделать снимок, или год, где-то через год после операции делать снимок. И мне опять подтвердили вторую степень, неизменную. То есть хирург один и тот же, который смотрел до этого и после этого. Неизменно вторая степень. То есть я оккупировал это состояние и нормально живу. А у вас какое-то раздвоение личности. То есть вы не согласны со мной, но в то же время пишите, что у вас боль, хромота и ходите на лечебные процедуры. Очень странный комментарий, но, понимаете, я знаю, почему вы это пишете. Многие люди не хотят согласиться. Они как будто бы видят себя со стороны. Они не хотят согласиться с тем, что у них происходит. В эти воспалительные процессы, эти хронические боли. Они абстрагируются от собственного я. Они думают, что это происходит с кем-то другим, но не с ним. И они думают каждый месяц, что через два-три дня, через месяц пройдет. Сейчас я похожу на лечебные процедуры, у меня пройдет. Сейчас я поделаю вот это упражнение, у меня пройдет. Потому что облегчение наступает на каком-то этапе, человек ловит эйфорию и думает, что это происходит. Нет. Я вам еще раз повторяю. Это очень многогранный, очень кропотливый труд для того, чтобы... Там, понимаете, нужно пройти тестовые упражнения. Во-первых, понять у себя, увязать это в голове. Что у вас происходит с ногой, что у вас происходит, когда вы сгибаете ногу, когда вы выпрямляете, когда появляется боль. Вы должны все это прочувствовать. Вы должны прочувствовать, как это влияет на погоду, как погода влияет на ваш сустав. Сустав на погоду точно не повлияет. Хотя у некоторых людей столько яда, что может это и солнце заплевать с одного раза. Вы должны чувствовать, как еда влияет на это. Понимаете? Ваша еда как влияет. С этим тоже надо работать. Какой у вас сон? То есть, если у вас бессонница бесконечная, если это сопутствует еще с вашим моченедержанием, то вполне возможно, что плохая работа почек тоже может связана с вашим воспалительным процессом именно в тазобедренном суставе. Или плохая работа мочеполовой системы. Это тоже может быть связано с вашим тазобедренным суставом. Вы не можете это просто объединить в одно целое. Вы думаете, что это одно заболевание, а там другое. Нет, причинно-следственная связь, ваши воспалительные процессы проходят в мочеполовую систему. Поверьте мне, я это открыто говорил. Я говорил, что происходили изменения. Сейчас они более-менее восстанавливаются. Но приходилось с этой больной ногой по два, по три раза за ночь вставать в туалет. Это все. Это запах мочи другой. А вы думаете, что это старость пришла? Понимаете? Вы не хотите соглашаться с тем, что у вас происходит. Вы думаете, сейчас оно как-то само вот так замажется, замылиться. Ничего не произойдет. Потодделение может стать более резким. Не ваш запах появится. Новый запах появится. Более токсичный. Все это ваши воспалительные процессы в ноге. А вы говорите, что вы там не хромаете. Да. Я знаю. Я знаю. Я тоже не хромал. Я тоже не хромал. И знал много женщин, которые с коксоартрозом третьей степени, с асептическим некрозом весили там под 50 килограмм. И ходили достаточно ровно. Да. Это есть. Но. Это есть для людей посторонних. Мы-то знаем. Мы-то знаем внутри себя, как это тяжело дается. Какая-то внутренняя дисциплина. Сколько нужно тренироваться для того, чтобы визуально не привлекать к себе внимание посторонних людей или знакомых людей. Это сложный процесс. Все. Я ответил на этот комментарий. Не буду больше вас задерживать. Если вы хотите, я сделаю сейчас анонс еще. В моей группе через 5 дней начнется обзорные тренировки. Я буду делать обзорные тренировки к концу года. Как бы подводить итог. Это будут информационные обзорные тренировки. Каждый день я буду разбирать одну часть нашего тела. Шейный отдел, плечевой отдел, грудной отдел, диафрагмальный отдел, пресс. То есть я буду проходить по всем частям нашего тела. Объяснять, как они взаимосвязаны. Какие существуют параллели между ними. Как шея связана с поясницей. Как колени связаны с бедром. Как плоскостопие может сказаться на колено. И так далее. Вот это все будет собрано в отдельных названиях. Но у меня в закрытой группе. Предупреждаю, что моя группа платная. 530 рублей месячный взнос. Те, кто хотят на халяву, сразу говорю. Не пишите, не жалуйтесь. Не рассказывайте свои истории. Потому что мне, как тренеру, как тренеру, абсолютно не стыдно за то, что я беру деньги за свою работу. Вам должно быть стыдно, что вы никогда ничего не дали взамен той информации, которую вы получаете. Вот здесь у вас должен быть стыд. Поэтому я тренирую там, я отвечаю на ваши вопросы там в группе. Я формирую задачи, которые, чтобы на следующий день сделать тренировку полноценную. Я создаю план специально для того, чтобы группа удерживалась, чтобы она понимала, что профессионал тренирует, а не какой-то мошенник. Вот это все стоит 530 рублей. А вы можете на эти деньги купить пачку, там, три пачки деклофенака. Можно взять бутылку водки, пачку сигарет. Это уже ваш выбор, куда вы потратите эти деньги. Ну и все. Отрекламировал, рассказал, ответил. Спасибо за внимание. Живем без боли. Кто хочет в группу, пишите здесь внизу в комментариях. Я вам отвечу, дам ссылочку, как меня найти в контактах. Пока.